Привет, GQ! С вами Владислав Лисовец. Не буду долго рассказывать, кто я и чем я занимаюсь. Просто скажу, что стильный стилист. Сегодня буду рассказывать вам о своих любимых вещах, которые принес с собой. Не буду томить и начну свой рассказ с мимими. История милота. Ну, понятно, что фамилия, ну, я думаю, что Лисовец, да? Вот овец мне не дарят. А Лис дарят постоянно. И вот эту лису мне подарила моя фанатка. И этот, ну, он все-таки лисен, мальчик. Я вот вижу по его лицу, что это все-таки пацан. Этот пацан сидит у меня в прихожей. И выполняет функцию, знаете, какую? Мне кажется, у каждого человека должно быть так дома. То есть, неважно, чем ты занимаешься, даже если ты дико крутой рэпер. Но к тебе же там приходят домой девчонки всякие. Соседка может зайти. И если у тебя в прихожей сидит какая-нибудь игрушка, то это сразу прямо сбивает вот этот вот пафос. И есть вариант мгновенно понравиться, особенно женскому полу. Дальше мы переходим к личному. На карантине все сидели дома. Я не знаю, чем занимались вы. Я копошился по всяким шкафчикам, куда давно не заглядывал. Наткнулся на эту фотографию. Не знаю, что произошло. Видел ее раньше, но почему-то не считывал, не считывал такой посыл. Но вот на этой фотографии мой папа, ему здесь, я думаю, что лет семь или шесть, у него такая невероятная улыбка, что от этой фотографии все время, я когда все время ее вижу, папа уже со мной давно нет, но когда я вижу эту фотографию, его детскую, такую наивную, чистую улыбку, я почему-то все время улыбаюсь. Это одна из немногих вот теперь фотографий, которые стоят у меня на тумбочке. Я показываю ее друзьям. И, ну, если вы присмотрите, он очень смешно улыбается. Именно такой, знаете, пацан хороший, добрый, искренний. Ну что, а, раз заговорили про фотографию, покажу, на что я снимаю. Ну, я не стал приносить все свои фотоаппараты, пленочные, потому что, ну, их мне немножко тяжело таскать каждый раз. Я пользуюсь Samsung. Это Galaxy S21 Ultra, самый большой, с четырьмя камерами. Я на нем, я снимаю все на телефон. Я подписываю бумаги, договора, потому что у него есть стилус. Это очень удобно. Ну, он симпатичный. Мне кажется, мы с ним очень похожи. Такие красавчики. А еще самое главное скажу, что у него есть, чего нет ни у одного телефона сейчас. Это съемка кинорежим. Ребят, это бомба. Я не знаю, как вообще, какой гений это придумал, но ты снимаешь видос, и ты приближаешь, отдаляешь в одну секунду, то есть тебе не нужно зумом прибавлять, понимаете, да, приближать кадр к себе. То есть ты просто, у тебя внизу четыре окошка, и ты можешь снимать и себя, и еще на три камеры то, что происходит вокруг, близко, далеко, и средний план. В общем, не буду рассказывать. Очень нужно много времени, чтобы рассказать о всех его преимуществах. Почитайте в интернете. Это, правда, лучшая вещь. Дальше вы спросите меня, что это за шар? Да, я гадаю вечерами. Эта лампа моя любимая. У меня их на двух этажах. Ну, штук пять, наверное. И они создают мне настроение. Это, правда, крутая вещь. Я вам всем рекомендую приобрести себе домой. Можете даже, знаете, какую купить? От которой растения растут. Знаете, у бабушек на подоконниках такие розовые лампы, чтобы травка росла. Ну, в Москве часто сера, и солнца мало. А так вечером пришли друзья. Чик. Ну, и пошла дискотека. В общем, я ее сейчас включу в розетку. Подождите. Я сейчас, значит, беру эту лампу. Видите, да, цвет? И начинаю крутить. А вы внизу, внизу, пишите, какой цвет мне больше всего подходит. Если вы будете писать, что голубой, это будет неоригинально. Попробуйте как-то все-таки немножко, чуть-чуть вот как бы включить воображение. Кстати, я забыл вам показать самое главное. Я специально выезжал из дома и сделал фотографию. Потом про телефон рассказал, про то, что он крутой рассказал, а самое главное не показал. Ребят, я не смог с собой притащить вот эту потрясающую машинку маленькую. Это ламбретто, мопед, который стоит у меня в квартире. Это оригинал 1960 года. Привезен из Лондона. Куплен на торгах. Ну, просто он очень шумный. Я на нем не езжу, потому что он тяжелый. Но красивая штука. Поехали дальше. Быстро, в двух словах. Ребят, я пью кофе в таком количестве, что если бы врачи узнали, мне кажется, меня могли бы госпитализировать. Я могу с утра выпить 6-7 чашек кофе. Я знаю о кофе все. Я определяю вкус, хороший кофе или нет, с одного вот просто глотка. И, кстати, очень часто тестирую. Поэтому в Москве очень часто, в разных местах пробую кофе. Поэтому без кофе не проходит вообще. И даже, знаете, как даже директор у меня, когда я выхожу из дома, первое сообщение. Все, вы готовы? Да. Кофе? Да. И я выхожу, и мне сразу дают кофе в руки. Вот так. Дальше. Шляпы. Модно, не модно, интеллигентно. Всегда украшают любой образ. Эту купил в Гонконге. Гулял просто по улицам, загадал желание. Думаю, надо что-то привезти из Гонконга. Шляпу, думаю. Господи, Гонконг, какая шляпа? Там можно купить панамки, бейсболки, но только не шляпы. Одна единственная. С надписью. Что здесь написано? Все время Жадор. А, самое главное, ребят. Ну, сейчас стало модно. Сейчас стало модно винил. Типа, ну, если ты, типа, крутой чувак, то у тебя точно должен быть винил. Если у тебя нет винила, то есть ты, ну, как бы... У меня винил... Знаете почему? Не потому, что я крутой, или потому, что я модный. Это потому, что мне уже почти полтинник. И я вырос. Когда я был маленьким, кроме винила не было ничего. Поэтому у меня дома стоял проигрыватель. Он у меня сейчас есть, представляете? И стоит, Ригондо. И стоит у меня в кафе. Пластинки абсолютно разные. Но принес вам то, что меня вдохновляет всегда. Во-первых, Шаде, которую я люблю, на чьем концерте я был в Швеции. И это бест-альбом. Он есть в Москве. Стоит небезумных денег. Это фантастическая музыка. А это, конечно, ну, во-первых, самое популярное сравнение в социальных сетях, на кого похож Лисовец. Это Джонни Депп. И второе место Дэвид Боуи. Эта пластинка одна из лучших. Здесь 72-й, 74-й год. Ну, в общем, крутая пластинка. Не буду много рассказывать. В общем, вы поняли, что я меломан. Друзья, наверное, закончим нашу с вами сегодня беседу. Мы очень красиво и даже очень глубоко. Сейчас многие из вас могут загадывать желания. Сейчас пойдет магия. Я расскажу вам, это будет, наверное, после всего, что я перечислил. Будет очень странно, но икона. Я верующий с детства человек и всегда очень трепетно относился ко всему. Когда я переехал в Москву, в первой квартире, в маленькой-маленькой-маленькой, вот такой квартирке, первая квартира, которую я снял отдельно, не в коммуналке, была маленькая-маленькая квартирка на Коровинском шоссе. И я в подъезде, когда вселялся, нашел вот эту картину, нашел вот эту икону. Она со мной все 27 лет. И я таскал наверх сумки, и не сразу, а где-то в третий, в четвертый раз я увидел ее стоящую на таком подоконнике, грязном, знаете, с грязными стеклами. И я присел рядом и просидел минут 15, потому что я думал, мало, может, кто-то выйдет, ее заберет. Никто за ней не выходил, я ее забрал. Это эксклюзив сейчас, специальный для GQ. Она для меня очень родная, я ее очень берегу, я считаю ее волшебной. И хочу, чтобы она как-то помогла вам, может, кому-то в карьере, кому-то в любви. Сто процентов, если вы ее увидели, она вам точно поможет. И, в общем, это такая очень личная вещь, но я почему-то решил с вами поделиться и рассказать о ней. Йоу, а мы сейчас резко переведем тему? Неа, мы не закончим на этом. Я покажу вам литературу, кстати. Да, после, смотрите, хип-хоп файл. Это книга 1979-1984 год. Граффити. Представляете, насколько здесь граффити, здесь вся эстетика рэперская. Офигенный, офигенный альбом. Я купил ее на барахолке. Нет, вру. Я поехал на барахолку, но вот девушка мне ее подарила. Я покупал пластинки, винил. Она лежала, говорю, ой, какая крутая книга, сколько она стоит. Она так посмотрела на меня и говорит, берите, я вам ее дарю. Эта эстетика мне очень близка. Мне очень нравится, когда ты едешь на поезде, на гастроли, вдоль железной дороги стоит бетонный-бетонный забор, и на нем красивые граффити. Красивые граффити. В общем, литература, пластинки, иконы, игрушки, кофе и фотографии близких. Ну и, конечно, шляпа. С вами был Владислав Васильевич Лисовец. Спасибо, Джекью, за интерес. Всем хорошего дня, настроения, love, peace, йоу.